Делается двор в поселке Развилка. Вот у нас присутствует подрядчик управления. Соответственно, кто у нас? Дорожники? Версер-Герс. Сначала рабочая группа совместно с жителями осмотрели место, где предполагается построить детскую игровую площадку. Находится она между домами 22 и 29. Сейчас здесь идут работы по подготовке грунтового покрытия. Подрядная организация должна закончить все работы к 30 июня. К ходу строительства местные жители довольны. Просили, все время писали, просили, чтобы нам сделать детскую площадку и спортивную площадку. У нас дети, мы их ищем, не знаем, где они ходят. А здесь я знаю, что они вышли, и мы здесь с ними будем рядом. И дети, и внуки все будут с нами здесь. Мы рады, что мы очень давно просили. Мы здесь выросли, наши дети выросли, теперь мои внуки. Мы довольны, что дети у нас будут гулять. То есть хорошая площадка. Также в этих дворах идет работа по устройству новой парковки. Это драгоценное по сегодняшним меркам место освободилось благодаря сносу ракушек. Один такой гараж времен 90-х занимает два, а иногда и три парковочных места. Что предлагаю сделать? Взять, Вера Сергеевна, просчитать, сколько машин может вместиться вот так, с учетом, если мы делаем отсечку и карман. В бардюрган до конца? Не, 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 до конца здесь должен быть въезд. А вот по поводу распоряжения территории с другого конца, того же 29-го дома, местные жители высказывают недовольство. Там предполагается построить супермаркет, необходимый, в котором ставятся ими под сомнение. Магазин нам абсолютно не нужен. У нас достаточно магазинов. Нам нужны парковочные места. В итоге мы даже просили администрацию, что расторгните вообще договоры. У многих людей квартиру отнимают. Говорят, сделка недействительная. Говорят, что продали это место, и в итоге мы ничего не можем сделать. Однако в ходе беседы жителей с представителями администрации выяснилось, что сделать с этим что-то все же можно. Я думаю, что мы найдем решение вместе с собственником для того, чтобы она устраивала всех. Ну и посмотрим с точки зрения целесообразности и необходимости размещения дополнительного торгового объекта, которых, я считаю, в сельском поселении Развилковское предостаточное множество. Кроме придворовых территорий рабочая группа посетила недавно отремонтированные подъезды в домах за номерами 11 и 25. Качество работ нареканий ни у кого не вызвало. Особенно ремонтом осталась довольна служба клининга. Я третий год работаю в этой организации. Мне очень нравится ремонт, который в этом году сделали наша организация. Мне прям легко все убирается, все отлично. Жалобы у жильцов возникли только в четвертом подъезде 25-го дома. Касались они лифтового хозяйства. Лифт не старый, лифт 2000-го года, но лифт требует наладки, которая не происходит там в течение достаточно длительного периода. И я думаю, что вот после таких посещений, визитов, эти проблемы мелочные иногда кажутся, но они должны решаться. Такие обходы жилищно-коммунального хозяйства будут продолжаться. Все лето следите за подробностями в наших следующих репортажах. Илья Гремнев, Владимир Бижунов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.